приветствую вас мои друзья дорогие на своем канале меня все также зовут Анна сегодня мы с вами будем заниматься чем мы с вами сегодня будем ставить на укоренение гортензии часть у меня уже стоит все расскажу покажу еще хочу вам показать сделала заказ на вайлперис я заказывала себе ножницы в общем у меня есть секатор но секатор он у него такие лезвия большие толстые и вот где-то вот вовнутрь залезть и допустим в какой-то веточки не очень-то комфортно сейчас мы с вами кстати заодно посмотрим как он стригут эти ножницы все прекрасно то есть он нужен он не именно для тонких веток нужны вернее ножницы для тонких веток потому что для толстых веток и так у меня есть секатор а вот для тонких веточек нету покупала на вайлперис то мы с мамой заказывали вот от муравьев от почвенных комариков тут заказывали сразу 5 баночек потому что что у меня что у мамы на участке очень много скажите я вам скажу муравьев вот и я еще кстати использую для борьбы с почвенными комариками зимой потому что все равно стеллаж так или иначе они появляются не помню за сколько мы покупали честно не помню вот и еще покупали значит это мама уже себе заказываю просто буду закажи на этот на наш пункт выдачи я потом приеду все заберу я дам я здесь немножко вскрыла только для того чтобы увидеть знаете ли не было ли подмены это дома сорняков что касаемо садовых дел так код отходи знаю чем сейчас будет заниматься до представляю божь гристи мне палки также палочки не погрызть так что касаемо укоренения гортензии вы знаете на самом деле я не очень люблю все вот эти вот укоренением малышней ну чё уж притащила эту палочку все эти палочки домой куда их теперь девать как говорится да вот буду укоренять в общем вообще я люблю больше укоренять когда растение уже проснулись до конца да уйдет вот этот зеленый черенок то есть черенок понятное дело больше чем вот эти вот малюские почечки вот мне так нравится укоренять больше то есть растение изначально больше но ты уж притащила до притащила в общем что делаю здесь у меня просто торф обычный без всяких примесей без всего никакими укоренителями я не пользуюсь том году я пробовала ставила эксперимент да что с укоренителем что без ну может там на день на два побыстрее укорениться это кстати не факт то есть там где-то в прошлогодних видео у меня есть что как раз таки где-то там даже и какой-то укоренитель с каким-то вернее укоренителем гортензия укоренилась позднее нежели на укоренилась вот просто сама по себе так вот смотрите что здесь у меня есть это у меня паненко то есть эта серия пан что сейчас делаем берем эту вот бумажечку то есть я буду укоренять сразу несколько сортов вместо не хватает укореняю стоят потом этим черенки мне не под подсветкой стоят на кухне на окне там у меня солнышко не попадает от слова совсем и в принципе вот деревянным черенком я черенковать тоже не найти не люблю хотя вот здесь вот можно попробовать потому что здесь вот образовываться кариос этот вот заплеснил чуть-чуть черенок но не давно мне уже конечно стоят знаю может поставить может нет кора уже начал отрыскать ладно не буду жадничать поставлю 2 черенка там все равно потом в дальнейшем может нам будет нормировать убираю я не отрезаю ничего просто убираю вот эти маленькие листочки эти вот я руками прямо беру тоже убираю и вот на пяточки еще есть такие маленькие чашелистики барсик уйди час уронишь мне штатив уйди отсюда что какой-то напертый кота иди не стыда не совестью тебя вот так вот чашелистники эти тоже я убираю чтобы они не мешали чтобы ничего потом не загнила что такое то не хочет вот что дальше делаю устанавливаю в грунт чуть-чуть прижимаю с этим черенком поступаю точно также убираю листочки все вот эти вот пяточки убираю так вот тут вот наверно вот это тоже маленький листочек уберу все ставлю так подальше поставлю всего всего два дек так чуть-чуть час так давайте сейчас вот эту плошку вместе с вами поставлю а там уже пойду дальше так дальше у меня кто еще есть древовидное так как древовидное это кто так это стронка набыль сейчас я вот так вот сделать чтобы мне можно было нормального сделать так ставлю рядышком чтобы не перепутать не сорт это вот такие наверное не буду брать пучечки вот такую возьму я положу тут взять она даже не раскрылась пока не буду сейчас посмотрю дальше по ситуации так вот здесь например то есть вот здесь идут более такие нормальные почки открытые да то есть уже может как череночки а здесь вот такая маляпучка но вы знаете это маляпучка в принципе в принципе такая открытая поставлю нет так нет да ты того что теперь тем более это делаю грубо говоря для своего собственного удовольствия или не поставить сейчас в общем уберу сейчас посмотрю что тут останется у меня от нее ну что-то досталось и даже такие маляпучки все равно я убираю вот так вот вставляю в грунт то есть я не раскладываю просто по поверхности я так не люблю делать устанавливаю сразу когда появляются корни корни могут появиться и как-то у меня в том году и на 10 день появлялись могут появиться через две недели могут появиться через три недели то есть тут все еще как бы знаете от сорта зависит очень много кстати зависит от сорта потому что сорт он и в африке сорту да вот у меня вот например сейчас все гортензии проснулись от которой дома вот эти вот палочки до принесенные проснулись они в принципе это так и неплохо я вам скажу то есть ну кто-то понятное дело что у кого-то вот такие еще почечки просыпаются а самарская лидия еще только-только вот только-только выпускает мне почку хотя пришли принесла их всех одинаково и в теплице точно также нам не там же тормозит вот так вот дальше кого бы мне что-то поставить у меня тут побольше череночек авто с кого можно снять ну вот можно сказать кстати строгой голоса давать строгой голосом возьмем вот так вот поставим чтобы потом не если что в случае чай самой не запутаться что здесь у меня метель что здесь древо видно и здесь еще будет метель что что касаемо здесь здесь конечно почки просыпаются но здесь видите они не до конца еще открылись меня это в принципе не настораживает никак не смущает даже если здесь они не укоренятся вот эти вот малюсики у меня потом все равно пойдет нормировка потому что посмотрела сейчас конечно просыпается на строгой голосом да в теплице там они все закрыты и укрывны мы всем на свете потому что заморозки очень холодно сегодня опять снег вчера снег сегодня снег вот и значит просыпается я уже вижу что есть местами почечки где мне бы не надо чтобы там были они в принципе да то потом просто пронормирую у меня вот уже как бы саженец такой побольше то есть почки которые открылись меньше и сами по себе не меньше то есть я их усиленно то в грунт не вдавливаю все равно чтобы так вот они были немножко без фанатизма и лишние листочки очевидно что я убираю что все равно не было загнивания таких вот задок личков тоже можно поставить укореняться почему бы и нет так сейчас я тут еще поснимаю немножко буду потом заканчивать покажу что делаю что не делаю и все то есть я вообще еще раз повторю я не фанат укоренителей вообще как-то я так нейтрально к ним отношусь в принципе у вас черенок изначально здоровый если там все с ним хорошо то и укоренится он нормально если задохлик какой-то плюс нет каких-то условий для того чтобы растение укоренялось то тут уже другой вопрос как бы так еще давайте сейчас возьму поставлю сейчас покажу как все дальше делаю и буду уже клубка пашется тут одна у меня еще он есть несколько тут сортов кого на вы поставить кого надо тоже укоренять в общем сейчас остальные я буду убирать дальше не буду затягивать опрыскиваю просто водой я не защелкиваю вот у меня есть контейнер здесь все равно так или иначе поступает воздух то есть я не защелкиваю этот контейнер вот в таком виде я отправляю его на подоконник и там на подоконнике он стоит укоренять все больше ничего не делаю черенки которые ставят до этого не стоят все-таки бодрячком дан пока еще корней нет но я ставила так давно как бы их вот ну что ж дорогие друзья всего наилучшего всем пока пока